В Воронеже дракой едва не закончилась попытка общественников освободить тротуар от машин. Дело в том, что автомобилисты превратили пешеходную зону в проезжую часть. Вежливую просьбу они восприняли как личное оскорбление. Сначала была словесная перепалка, затем всё переросло в потасовку, и только полицейские смогли разрешить конфликт. Материал Ильи Данильцева. Общественники следят за тротуаром, объясняют машины. Здесь стоят не по правилам, на место вызвали полицейских. Те уже опрашивают свидетели. Борцы за права несколько удивляются, когда к ним подходит мужчина и начинает их учить. Почему вы своим товарищам не делаете замечания по поводу курения в общественном месте? Как будто язык проглотили, а может ещё другое проглотили, я не знаю. Чтобы узнать, в чём претензии, активисты задают встречные вопросы. Но улыбчивый незнакомец их будто не слышит, приходится подойти ближе. Просто я не люблю, когда ко мне подходит мужчина и пытается меня поцеловать. Я как бы к девушкам больше, понимаете? А когда он ещё дышит на меня своим вот этим вот смрадом... Цирк бесплатный. Что? Цирк бесплатный. Цирк? Чреда обоюдных оскорблений, но понятнее не становится. Активист с камеры шагает ближе, требует объясниться, в чём причина такой ненависти. Отойдите от меня. Мне неприятно с вами стоять. Тогда я отойду. О, молодец. Если вы сделаете ко мне шаг, я буду вынужден применить силу. Отойдите от меня. Отойдите от меня. Чё толкаешься? Ты чё толкаешься? Ты чё толкаешься? И чё? Провокация удалась. Мужчины прыгают друг на друга, как бойцовые петухи. За всем внимательно наблюдают очевидцы. Остановить потасовку удаётся только полицейскому. А ты чё себе понял? Зачем ты ко мне подходишь? А зачем? Я тебе сказал, не делай ко мне шаг. Зачем? Я тебе говорю, не делай ко мне шаги. И что будет? Мне неприятно стоять рядом с мужчиной. Зачем камера спать? Так не надо ко мне шагать. Активист берёт главное оружие, бумагу и ручку. Пишет заявление о нападении, хулиганстве и оскорблении. Старательно выводит каждую статью административного кодекса, который нарушил его оппонент. Чтобы освежить память, подходит к обидчику снова. Зачем ты подходишь? Ну почему? Ты меня провоцируешь. Отойди от меня. Руки бери. Не надо ко мне подходить. Я к вам не подхожу. Ты сейчас упадёшь, я тебе говорю. Да ты сам упадёшь. Я тебе говорю, я тебя всё в челюсть двину. Можно? Я тебя так же могу в челюсть двину. Да ты не сможешь этого сделать. А? О, что такое? Похоже, никто не желает расходиться миром. Полицейский вмешивается снова, разводит оппонента в стороны. Самое время уточнить, что написал блогер в своём заявлении. Правил по вашему хулиганству, то есть нарушение общественного порядка, Я считаю, что явное неуважение к обществу, сопровождающиеся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равным уничтожением и повреждением чужого. Активисты уверены, правда, на их стороне. И незнакомца накажут не только за нападение, но и за парковку на тротуаре. Ведь ради свободной дороги для пешеходов они сюда и пришли. Илья Данильцев и Александр Савенко. Экстренный вызов.